Вот такой фальстарт получился. Точно так же ровно 6 лет назад встречали Ивана Нефантова. Тогда дзюдоист взял бронзу Олимпийских игр в Лондоне. В это же самое время 11-летний Сергей Найдин продолжал упорные тренировки. Хочу мамины пельмени и манты. Это едва ли не первое, что произнес Сергей по возвращению домой. Именно об этом мечтал целых два последних месяца. Сначала на сборах, позже в далеком Буэнос-Айрес. Очень сильно поддерживали. На Европе даже такой поддержки нет. Очень сильно кричали за всех. Не только за Аргентина, а за всех кричали. Там очередь была очень огромная. Там стояли люди на улицах и смотрели прямую трансляцию, потому что не могли попасть туда. Его не догонят. Для 17-летнего паренька это первые старты такого высокого уровня. Не затерялся. Два серебра и две бронзы юношеских Олимпийских игр. Таков итог выступления Сергея. Бронза на брусьях, так вообще за рамками силы и мужества. Превозмогая боль, найден все же завершит выступление. Сразу же после его унесут на носилках. Был как раз один день отдыха, где можно было съездить. Действительно погулять, но вот день отдыха не получился. Пришлось ездить по больницам. Пришлось бумаги заполнять. То есть у них вот эта бюрократия еще лучше, чем у нас. Разница во времени между Барнаулом и Буэнос-Айресом 10 часов. Ставили будильник, запасались успокоительным, поддерживали, переживали, не спали. Я даже на работе, проходя через проходную, мне сделали замечание. Говорят, как от вас пахнет валидолом. Карвалолом и валидолом. Много нервов было, много нервов и слез. И болели безумно, и ночами не спали. Днем пытались отоспаться, чтобы опять ночью смотреть. Сейчас Сергей планирует отдохнуть, будет восстанавливаться, залечивать травмы. После с новыми силами тренировки, чтобы вновь оказаться на коне. На коне уже на взрослой Олимпиаде. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Все.